всем здравствуйте видео вообще не запланированы будет только для узкого круга людей для тех кто может быть не знает то есть как править на ремне бритву с улыбкой с легкой улыбкой не знаю давайте где-то побольше улыбчивость найдем ворона провеселить более лучшего сейчас я вам покажу это вопрос в ю тубе вступил снять видео улыбка плавная равномерная так что пожалуйста что делать это что ремень что борт без разницы ремень неудобно перед монитором гортеть поэтому борт то есть прикладываю как я делаю допустим вот так вот прикладываете пяточкой все остальное вот это вот висит пяточка прикладывается как также на ремне ремень тянуть надо такой средний натяжка что получил средне без нажима то есть просто плотно прикладываете никаких нажимов из пяточки повели и одновременно видите как и переваливаю сейчас она вот здесь уже касается давайте еще раз покажу вот пяточки пошли на середку плавно переходит и также переходит до самого конца острия переворачиваете и опять заново ведь бабушку смотрите бабушку вот все никаких секретов никаких сложностей я через бушок не умею переваливать вот имею через бушок переваливать все умеют но это неудобно для меня я переваливать так мне так четкости больше контакта вот можно с носика начинать на пятку ну мне примеру неудобно я контролирую лучше когда у нас пятки все тогда никакой обратной улыбки то есть никаких грустных лезвий еще раз покажу с пяточки пошла плавно пошла через селедку видите по ушку никаких сложностей я просто задираю посильнее чтобы было видно что я делаю по сути нет это по сути вот так вот делается видите почти без зазора просто начал тут плота прижимается потом дальше 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 и постепенно доходит до этого уголка да не сказал в первом видео вот ремешок видите да там вопрос тоже по этому поводу ремешок меньше 50 миллиметров 47 где-то бритва примерно 77 миллиметров как так же на пяточку просто тут в коротком таком движении показываю то есть все равно какой ширины ремень все равно какой длины лезвия и вот так вот то есть если на самом деле это длится более такой длительный проход происходит а так вот если вкратце то то вот и неважно какой ваш ширины ремень какой длины резьбе бритва тоже так же переваливаем спятки на кончика все все весь принцип все сложности как быть на этом они сложности не сложно просто никогда не думайте глубоко что там может быть что-то там такой урок там сверхъестественной что-то сложное особенно нет хотел прошлом видео пример рассказал что там да чтобы отправить своих камушках самому надо иметь с коротким каким-то летим великами ссоре то это было бы удобнее на борде набор это вот на дощечке все то есть что получается я так рассказал что прям все страшно все грустно и все печально и все это настолько заморочено что даже бы вот если я со стороны посмотрел бы то я бы напрягся реально напрягся бы по этому поводу могут в сокту делов то нет берете бритву бритва заточен бритва в рабочем состоянии что от вас требуется до бритья после бритья можно до и после от вообще как вам угодно это вообще не важно когда вы это сделаете но раз 50 по ремешку протащите то есть 25 туда 25 обратно все вот это будет поддерживать остроту вашей бритвы постоянно вечно если вы не будете делать каких там муторных ошибок и думать как-то глубоко и сложно нет ничего там сложного нет ничего там какого-то сверхъестественного и ничего нового придумывать не надо все слишком просто вот ремень должен прямо почти без провиса быть когда на нем шарахайте то есть как бы натяжка такая вот не сильно не слабая и бритвку не нажимать никогда не важно клината или вогнутая вообще без разницы просто плотно приложили и плотно провели все вот потому что вот предыдущие видео некоторые посмотрят вот из новичков я это ясно вот после ремня заусенец пошивать нет это уже правка такая повседневная не повседневная то есть перед каждым то есть вот допустим вы бреетесь и 1 2 дня значит 1 2 дня это правка бреетесь раз в три дня значит 1 3 это правка всего лишь она не занимает много времени никаких трудов усилий какие-то сложности не доставляет вот бритва должна просто бритва должна брить вот скажу так просто а то так и есть бритва должна брить ничего там каких-то манипуляций никаких там доб не нужно придумывать не нужно просто берете и бреетесь если вы вдруг там сказать о я что-то сегодня забыл пример там это в нем премешку погонять не проблема бритва имеет большую твердость большую плотность что позволяет и без справки то есть острию оставаться максимально на высшем уровне поэтому если вы даже это забыли ничего не случится правильно если там пример сыраем бритку смысле сырая сырая сталь там мягкая вот ну по сути вот жесткой стали только знаю вот у двух вариантов это вот у моей бритв и у японских вполне такая жесткость не вот прям большая но почти там ближе к 60 там 56 57 я мерил вот правда как я мерил один раз по старой давно один раз на новой недавно больше минику не дает вткнуть и бритвовых то есть никто не хочет чтобы я там ямочку миниатюрнику и сделала такую как бы и и Продолжение следует... 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 А вот... Некоторые новички... Могут посмотреть и просто... В ужас... В депрессию... От такой информации... У меня пока тут продвижение... Есть какая идея, кстати... Ну давайте... Какой самый ближний-то возьму? У меня идея вот... Примерно на одном своём... Лезвии... Если оно у меня всё-таки выживет... Ну то есть... В одной лезвии вот не выжило... Продолжение следует... Продолжение следует...